В этом году помидоры уродились не совсем, но заготовки все равно с них можно сделать. Вот этот новый сорт, недавно, несколько лет назад у меня появился, это соседка дала, называется трюфель. В теплицу, когда можно посмотреть, какой внешний вид этих помидорчиков, ну вот посмотрите, они кисти видные, очень сладкие. Это тоже трюфель, посмотрите, но вот этот трюфель, это желтый, это новые сорта, то есть это селекционеры мне давали, а вот это я покупала в магазине. А это должны, они маленечко недозрели, форма другая. Это тоже трюфель, но этот трюфель должен быть розовым. Вот какой он будет по семенам, не знаю. Помидоры бывают как разные, да? Вот я уже лет 10-15 занимаюсь выращиванием свечей. Вот розовые свечи и несколько лет, лет 5, желтые свечи. Чем они хороши? Вот если мы посмотрим на эту банку, она маленькая, она меньше, чем пол-литровая, но помидор туда входит довольно-таки много. То есть для нас главное, чтобы помидоры не резать, чтобы они хорошо вошли в банку. Вот этот засол еще интересен тем, что там внутри ягода, ягода-смородина, вкус изумительный, вот совершенно другие помидоры. Но чем интересно, если желтые солите, они все равно цвет получают в самых вкусовых банках. То есть нет вот этой ассортии, чтобы оно было другого цвета. Помидоры бывают белые. Вот это белые. Сортотип называется биштекс. Они бывают желтые, черные, но вот такие мясистые. Тоже несколько лет назад купила, попался мне пакет, называется японский ресторан. Больше не могу никак купить, и фирму я забыла. Но вот помидоры очень вкусные. Не могу отказаться, несколько лет уже выращиваю мажор помидоры. Вот смотрите, кругленькие, хорошенькие, розовые, люблю розовые помидоры. Ну вот попался и красненький, но в принципе заготовок с помидор делаем очень много. Вот один из рецептов, буквально в том году я попробовала с помидорами. Называются помидоры с морковной ботвой. На дно банки выкладываете специи и ботву, три листа на трехлитровую банку, ботвы морковные и одну морковку. Вот эта маленькая, можно и побольше. На дно банки все специи выкладываете, чеснок, как обычно, забиваете помидорами, и заливаете таким рассолом. Заливаем, как всегда, два раза. Первый раз мы заливаем и через 10 минут, простой водой, и через 10 минут выливаем. А второй раз уже рецепт такой, три столовых ложки сахара, три столовых ложки соли и три, в конец уже, когда сироп начинает рассол, точнее, теперь добавляете три чайных ложки эссенции. Заливаете, хранится очень хорошо. У меня банки хранятся по несколько лет, потому что все съедать не успеваем. Если огурцы быстро, то помидоры у нас застой.